Приветствую вас и то, что вы описываете, можно назвать недостатком общения, недостатком взаимодействия с окружающими, то есть, либо у вас недостаточно людей вокруг, с которыми бы вы могли поговорить на приемлемом для вас уровне, либо у вас вообще нет людей, с которыми бы вы могли поговорить. То есть, обычно человек вступает в диалог с собой и отвечает тогда, когда слишком активная мозговая деятельность. В этом нет ничего ненормального, это совершенно, иногда естественно, когда человек разговаривает сам с собой, но если вы делаете это постоянно, то, значит, ваша потребность во взаимодействии, ваша потребность, например, в диалоге, а может быть и в монологе, она не удовлетворяется. И если говорить о диалоге, то есть, если у вас именно есть потребность, вот вы в первой фразе говорите, что мысленно задаете себе вопрос и отвечаете, это диалог. Если вы нуждаетесь именно в диалоге, то вам нужно просто-напросто более активно концентрироваться на поиске людей, которые бы соответствовали вашим интересам. То есть, так, чтобы у вас было больше единомышленников в том, что вам нравится. Далее. Когда вы говорите, что рассказываете вымысли на аудитории, то, что происходит вокруг, это монолог. То есть, монолог – это непрерывная речь одного человека. И монолог условно можно назвать авторской речью, то есть речью творческой, речью повествовательной, речью книжной. И тогда можно говорить о том, что у вас, по всей видимости, есть некоторая потребность в том, чтобы, может быть, писать, может быть, как-то выражать свои мысли на бумаге. И в этом случае вам я бы рекомендовал попробовать вот то, что вы хотите сказать, то, что вы говорите, да, попробовать это, ну, скажем так, написать на листке бумаги. Таким образом, восстанавливая, удовлетворяя свою потребность в монологе, вы ни много ни мало будете меньше ее ощущать. Вы будете меньше ее чувствовать, эту свою потребность. В принципе, на этом ваш вопрос можно завершить, ответ на ваш вопрос на этом можно закончить, потому что, в принципе, я, как мне кажется, ответил на него достаточно подробно, достаточно четко, но хочется сформулировать вот такую вещь. Дело в том, что, возможно, такая ситуация, при которой вы, вот на данный момент, вы, например, отдаете себе отсчет в том, что вы разговариваете сейчас вам с собой. И в этом, в принципе, ничего плохого нет. Это даже хорошо, потому что, если бы вы, например, удерживали в себе эмоции, которые у вас есть, удерживали в себе потребность в диалоге, скажем так, это было бы гораздо хуже, а так, думается мне, что это даже здорово. Но, что нужно, вот в обязательном порядке, что нужно вам помнить, что очень плохо, если вы перестали бы, вот перестали бы, да, замечать, что вы говорите сам с собой. Если такое произошло, если такое случилось, то тут есть рекомендации обращаться уже к психиатру, или, как минимум, психотерапевту для оказания вам помощи. Потому что это уже достаточно серьезно, когда человек не замечает того, что он разговаривает сам с собой. И это довольно тревожно для вас. Потому что, ну, я надеюсь, вы хорошо понимаете, что это человек просто-напросто не отдает себе отсчета в том, что его диалог распространяется только на него. Он думает, что он разговаривает с кем-то еще. Это очень плохо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok